Здорово, я Владимир Шамшурин, и это видео о том, что делать, если ты расстался с девушкой, как забыть бывшую девушку поскорее, когда ты понимаешь, что прошлого не вернуть и дважды в одну реку войти нельзя. Я прекрасно понимаю, что такое, когда ты расстался, какая боль, какие мучения, особенно если девушка была тебе дорога, если ты долгое время с ней прожил. Все напоминает о ней, все места, которые ты проезжаешь или проходишь, в которых вы были вместе, музыка даже, которую ты слушаешь в машине, ты включил, блин, вот под эту песню было то-то, под эту то-то. Даже, может быть, еще подушка пахнет ее духами, и ты ложишься в кровати и понимаешь, что, блин, ее больше нет с тобой рядом. Но как-то надо жить дальше, и об этом я хочу поговорить с тобой в этом видео. Прежде чем ты будешь его смотреть, я предлагаю тебе подписаться на мой канал, потому что там ты найдешь огромное количество информации, в частности такой, которая позволит тебе, найдя новую девушку, никогда больше в такую ситуацию не попасть. Сделать так, чтобы ваши отношения были крепкими, классными, и чтобы она относилась к тебе как должной, чтобы ты был мужчиной, и ты был главным, и всех все устраивало. Итак, погнали. Как забыть бывшую девушку? Я хотел бы упомянуть о двух вариантах. Первый вариант, когда девушка тебя бросила. То есть вот, и у тебя прям какое-то негодование, обида на весь мир, что она такая-сякая проститутка, ушла к другому, он вот виноват во всем, увел. Жизнь дерьмо, мир такой несправедливый, я бедный и несчастный, все во всем виноваты. На самом деле, это одна из распространенных ситуаций, особенно у тех мужчин, у которых проблемы с личной ответственностью, с собственной ответственностью. И вторая ситуация, когда вы просто добровольно решили расстаться, потому что что-то пошло не так, что-то не получилось, и вы просто пришли, поговорили и расстались. Но все-таки сейчас давай рассмотрим первую ситуацию, потому что, скорее всего, раз ты набрал в интернете вот этот запрос, как забыть бывшую девушку, наверняка ситуация такая, как в первом случае. Возможно, сейчас я расскажу тебе какие-то не очень приятные для тебя вещи, но правда, она всегда вот такая вот, ее больно принимать, лечиться всегда больно. Если девушка все-таки бросила тебя, и ты никак не можешь этого принять, нужно сделать следующее. Мужчину, настоящего мужчину всегда от других отличает следующее. Он всегда способен принять ситуацию такой, какая она есть. Без истерик, без какого-то бегства, без ухода в алкоголизм, в наркотики, в что-то еще. А именно просто принять сложившееся, что да, оно происходит. И у многих с этим проблема. То есть, когда ты примешь то, что это произошло, примешь, что девушка уже ушла, если это не простая ссора, а вы действительно расстались, она забрала вещи, и ты понял, что все. Прими это как должное, оно уже случилось. То есть, это некая точка А. Ты хочешь прийти в какую-то точку Б. Точка Б выглядит так, что ты ее забываешь, и ты встречаешь новую девушку, у тебя с ней счастливые, замечательные отношения, а это просто оказалось не той. Но чтобы оказаться в точке Б, нужно хотя бы для начала оказаться в точке А. Поэтому сейчас ты спокойно берешь и принимаешь, что да, это произошло, это случилось. И не бежишь от этого. Если ты уже окончательно понял, что она ушла, и вернуть ее не получится, и, допустим, прошло какое-то количество времени, то лучше, наверное, и не пытаться этого делать. Я сам попадал в такие ситуации, что там 3 года не мог забыть девушку, она мне 3 года снилась во сне. Но я понимал, что к старому лучше не возвращаться, потому что будет что-то подобное, о чем я сейчас тебе скажу. Ты придешь ее возвращать. Скорее всего, ты будешь это делать с позиции снизу. Вернись ко мне, я был неправ, и так далее, и так далее, и так далее. А раз она ушла, значит, у нее были какие-то причины, и как раз заключающиеся в том, что ты общался с ней неправильно, ты позиционировал себя неправильно, позиционировался, то есть не был слишком жестким, а скорее всего, ты, наоборот, был слишком мягким, слишком няшным, податливым, и она не видела в тебе мужика. Допустим, ты будешь ее возвращать, упрашивать, уговаривать, и она все-таки на тебя согласится. Но весь ее посыл, даже если она не будет это говорить словами, он будет таким, что я на тебя согласилась, я на тебе дала еще один шанс, поэтому я еще больше буду выпендриваться, выпендриваться, еще больше чувствовать себя главной и так далее. А те отношения, в которых женщина чувствует себя главной, они изначально неправильные, они изначально заканчиваются ничем. Вопрос только времени. И она будет тебе говорить, будешь себя плохо вести, я тебя опять брошу. То есть и ты будешь общаться с ней в позиции снизу, а она с позиции сверху. Это ни к чему хорошему не ведет, поэтому еще раз, если ушла, мы больше не пытаемся ее вернуть. Опять же, причина в том, что, почему люди пытаются вернуть, почему люди так цепляются, даже если особой любви-то не было. Да потому что у вас просто нет выбора. Ты выходишь на улицу, ты видишь огромное количество красивых девушек на работе, в метро, где-то в общественных местах, но такое ощущение, что они живут в параллельном мире. Ты ходишь мимо них, но у тебя нет к ним доступа. А это на самом деле полнейший бред. Это как кот, который зашел в лавку с рыбой, в магазин с рыбой, и вся рыба находится за стеклом. Он чувствует, как она вкусно пахнет, он этого очень сильно хочет, но у него нет доступа, потому что есть стекло, которое отгораживает его от рыбы. В твоем случае от этих девушек ничего тебя не отгораживает. Стекла нет. Стекло вымышленное. Оно только в твоей голове, но об этом поговорим в другой раз. Продолжаем. Я тебе открою такой страшный, болючий секрет. Виноват в том, что она от тебя ушла, ты, в 99% случаев. Если, конечно, она не стала лесбиянкой и не ушла от тебя к женщине. Может быть и такое, и на моей практике и такие случаи случались. Потому что ты изначально общался неправильно, ты добивался, ты ухаживал, ты заслуживал, ты общался с позицией сверху. Никто не говорит, что отмените романтику и будьте какими-то там жесткими бадланами и так далее. То есть нет. Но при этом нужно всегда показывать себя как мужчина, как мужик. Женщина хочет, чтобы мужчина был главным, чтобы мужчина был хозяином, чтобы мужчина был самцом. Но на стадии добивания, ухаживания, заслуживания происходит следующим образом, что женщина соглашается на мужчину, она выбирает из нескольких таких же однотипных, которые пытаются сказать, «Эй, у меня все там самое красивое, там самая дорогая машина, а у меня самые красивые букеты, а я тебя приглашаю в самый большой ресторан». То есть все пытаются подкупить, заслужить, добиться и так далее. И поскольку нет такого, в которого она влюбится, она говорит, «Ладно, выберу вот этого». У него больше ресурсов. То есть она просто согласилась на тебя. Может быть, ты сейчас прям будешь вот так вот вспоминать те моменты, когда ты будешь думать, «Да, черт возьми, этот рыжий прав». Да, этот рыжий прав, потому что у него как минимум 10 лет опыта общения с женщинами и проведения тренингов. Здорово еще раз, буквально 5 секунд твоего времени. Если ты давно смотришь мой канал или совершенно недавно наткнулся на меня в Ютубе и еще не был на моем сайте всетвои.ру, то сейчас у тебя есть отличная возможность его посетить. Для чего? А вот для чего. Там тебя ждут целых 5 бесплатных видеоуроков, 5 подарков от меня для тебя, бесплатно. На тему общения с девушками. Как познакомиться с девушкой для серьезных отношений. Что написать девушке. Как проводить свидания. Как обрабатывать возражения, типа «Я не знакомлюсь, у меня есть парень» и так далее, и так далее. Многое другое. Плюс в чем, то что ты можешь прямо сейчас их скачать, посмотреть и применить их на практике, и, соответственно, получить свой результат незамедлительно прямо сегодня. Поэтому еще раз, заходи на сайт всетвои.ру, который находится внизу в описании под этим видео. Скачивай эти бесплатные подарки от меня, начни их применять и присоединяйся к тем мужчинам, которые нравятся женщинам, то есть о которых мечтают все девушки. Это был Шамшурин, продолжай смотреть. Женщина никогда не влюбится в мужчину, если он не главный в отношениях. Если он не доминирует, если он не решает, если он не берет на себя ответственность за себя, и за нее, и за свою семью. То есть никогда она в него не влюбится. Если не он решает, когда будет секс, а она никогда в него не влюбится. Она лишь согласится на него. Поэтому, скорее всего, раз ты оказался, опять же, на этой странице, смотришь это видео, в твоей ситуации, в твоем случае, произошло именно так. А в некоторых случаях происходит даже такая фигня, что девушка говорит своему мужчине, пиво можно попить вот здесь вот под балконом, на лавочке с друзьями, чтобы я видела. Если у кого-то из твоих близких так, или может быть даже было у тебя, не дай бог, конечно, то мне остается тебе только посочувствовать. Но так или иначе, видео о том, как забыть бывшую девушку. Поэтому продолжаем. По факту, что можно сделать? Значит, как бы некоторые, некоторым из моего опыта, из моей практики, нравится над собой издеваться, нравится быть жертвами. То есть они продолжают смотреть на фотографии своей девушки, бывшей девушки. Они такие, о, боже, как я без тебя? Где ты там, с кем ты? Все херня. То есть если ты еще раз принял точку А, что больше этого не будет, никогда не повториться, шаг в прошлое уже делать нельзя, ты удаляешь все, что может напоминать о ней. То есть все фотографии из мобилы не надо стирать совсем, убери в какую-то закрытую папку. Все какие-то предметы, которые она тебе дарила, которые что-то еще, то есть убери это куда-то в коробку на балкон. Не посещай какое-то время те места, в которых вы были вместе. То есть полностью все, что связывает тебя с ней, исключи из жизни. То есть закройся от этого, отгородись от этого. Вплоть до того, что если даже были какие-то общие знакомые, которые не влияют на твою там жизнь, на бизнес, на что-то еще, но попробуй не общаться с ними, не знаю. То есть сделай максимальное отдаление оттуда. Потому что еще раз, как бы, если ты будешь мусолить это, пережевывать, возвращаться периодически, когда выпьешь алкоголь, у меня такое было. Как только я выпивал, я вспоминал свою бывшую женщину, любимую и так далее. Правда, от нее я сам ушел. Это была самая большая глупость в моей жизни, хотя сейчас, кстати, на это можно смотреть иначе. Я начинал доставать какие-то фотки, перелистывать, пытаться ей написать. То есть нет, здесь нужно взять себя за яйца, проявить силу воли и сказать, все, хватит. Это еще раз момент принятия. У меня, кстати, есть такой, ну, скажем, знакомец, то есть ему почти 60 лет. И он живет в одном из городов России. То есть когда девушки ему отказывают, он почему-то винит в этом все любые всевозможные обстоятельства, кроме того, что все-таки, ну, 60 лет, извините, как бы это 60 лет. То есть как бы это просто пример. То есть когда они ему отказывают, он говорит, что такое, что не так, там, они какие-то не такие, я же там хорошо выгляжу, я такой-то, я сякой-то. Но вот в этом возрасте у меня есть примеры только того, что мужчине девушки не отказывают, если мужчина очень сильно вливает туда финансы. То есть если он какой-то богатый дедушка, которых я вижу часто в Дюранбаре в Москве, например, то да, какие-то корыстные девки будут обязательно с ним общаться. Но в его случае это не так. То есть он довольно-таки экономичен и экономен, и скуп вообще не с девушками. Это как пример тебе, что я ему много раз об этом говорил, что тебе нужно принять, что да, есть вещи, которые неизбежны, которые непоправимы, то есть есть ресурсы невосполнимые. То есть в данном случае, ну, нужно радоваться каким-то уже вещам, которые, ну, допустим, девушки постарше, возможно, будут на него вестись. Но надеюсь, вот этот кусочек информации тоже тебе о чем-то скажет. Следующее еще раз. Тебе нужно понять, что в том, что девушка ушла, виноват ты и только ты. Значит, ты не давал ей каких-то эмоций. Ты не давал ей того, что она хочет. Эмоции должны быть разными. То есть ты иногда жесткий, иногда мягкий, иногда непредсказуемый, иногда заботливый, иногда такой, иногда сякой. То есть ты должен прокачивать девушку по эмоциям. Ты должен быть с ней непредсказуемым. Ты не давал ей качественный секс. То есть качественный – это не в смысле твоего размера члена или сколько раз за ночь. Это в смысле, что ты должен заниматься с ней сексом тогда, когда ты захочешь, и там, где ты захочешь. Только так. Ты должен проанализировать, в чем ты был неправ, в чем ты накосячил. Когда ты принимаешь, что это твоя вина, это твоя ответственность. Потому что, еще раз, если все классно, если бы ты в себя ее влюбил, она бы точно никуда не ушла. Тебе нужно четко сесть, проанализировать, вплоть до того, что с бумажкой, где я накосячил, как я не поступлю в следующий раз. Вот это нужно понять, вспомнить, проанализировать и намотать себе на уст, чтобы больше такого не повторилось. Это намного лучше, чем пытаться вернуть эту девушку еще раз. Когда девушка возвращает, я называю это оживить Мурзика. Оживить Мурзика часто бывает уже невозможно. Представь, что у тебя есть кот. Вернее, был, потому что он от тебя ушел. Причем в данном случае он не ушел к кошке, он ушел в мир иной, он ушел к кошачьим богам. То есть он просто сдох. И ты его очень любил, ты не мог без этого Мурзика. И он у тебя где-то в огороде. Ты его не хоронишь, потому что он у тебя за домом лежит. Ты все еще надеешься, что он оживет. И в какие-то редкие моменты ты выпиваешь, может быть, алкоголь с друзьями, или слушаешь грустную музыку, плачешь, выбегаешь. Мурзик, боже, я верю, что ты живой. То есть ты подбегаешь, начинаешь пинать его ногой, шевелить, гладить, а он уже такой, по нему бегают мухи, он уже воняет, его там собачка обглодала соседняя. И ты пытаешься оживить этого Мурзика. То есть в данном случае тебе надо понять, что Мурзик сдох, Мурзик больше не очнется. Одна из причин была в том, что ты просто не влюбил в себя эту девушку. А влюбить в себя девушку ты можешь только начиная с первых секунд общения. То есть девушка уже с первых минут знакомства понимает, что классный ты мужик или не классный. И, соответственно, уже какие-то туда идут, ну, либо химия есть, либо химия нет. То есть какие-то признаки заинтересованности, какие-то зацепки с ее стороны. Поэтому, если ты думаешь, что косяк был только в отношениях, что то, что ты как-то неправильно себя вел, скорее всего, причина вашего расставания сейчас, она гораздо глубже, гораздо раньше началась. Она началась еще с первых секунд знакомства. Потому что ты общался с ней с позицией снизу, потому что ты, ну, то, что я уже сказал ранее, не проявлял себя как настоящий мужик, а проявлял себя как просящий, уговаривающий, извиняющийся и так далее. Как перестать это делать и как больше не наступать на эти грабли, об этом я рассказываю на своих тренингах, информацию о которых ты можешь найти под этим видео на сайте. Нажимай на ссылку после того, как закончишь смотреть. Переходи и выбирай свой тренинг. Поехали дальше. Если ты сейчас очень сильно переживаешь, я рекомендую немножечко как бы обмануть себя следующим образом. Сядь и подумай, что сколько же плюсов есть в свободе. Я не говорю, что нужно до пенсии не жениться и так далее, но попробуй вспомнить о тех плюсах, которые тебе были недоступны долгое время, пока ты с этой девушкой встречался. Ты можешь ходить куда угодно, ты можешь делать что угодно, ты можешь спать с кем угодно. Ты можешь делать все, что хочешь, и ты ни перед кем не обязан отчитываться, никому не обязан звонить на ночь, не желай спокойной ночи и все прочее, все прочее. Это же тоже классно. Пусть это будет хоть какой-то небольшой обезболивающей таблеткой. Плюс отличный способ удариться в спорт или в бизнес, или в работу, то есть найти какое-то хобби. Попробуй заполнить это время чем-то другим. Я рекомендую тебе спорт, а именно какой-то спорт. Не то, что вот качалка, а плавание, миксфайт, ММА и так далее. То есть что-то, где задействовано все тело. Может быть это, как он называется, кроссфит или так далее. То есть когда у тебя нет свободной минуты подумать, это в качалке ты можешь ходить, там кто-нибудь вместо Рамштайна или Арии включит какое-нибудь, я так привыкла жить одним тобой, или что-нибудь в этом духе, и ты опять загрустишь, заплачешь, сядешь и задумаешься. На какой-то динамичной контактной тренировке такой возможности не будет. Плюс, ты прокачиваешь свое тело на выносливость. А чем выносливее твое тело, тем оно сильнее противостоит стрессам. Это очень круто. Твоя проблема переживаний еще больше усиливается от того, что у тебя элементарный банально просто нет выбора. Это то, о чем я говорил, что девушки находятся за какой-то невидимой стеной от тебя, другие женщины, и ты просто не видишь их. Как бы не печально, как бы не обидно, как бы не жестко для твоей больной израненной души это звучало, но есть такое правило в пикапе. Дословно оно как бы называется Т-10-Д. Извини за мой французский, но оно называется «Трахни 10 других». Я не предлагаю тебе стать сексоголиком, не предлагаю превратиться в бесчувственное животное, как ты сейчас, наверное, про меня подумал и так далее. Я предлагаю тебе слово «Трахни» заменить словом «Создай мини-отношения с несколькими другими девушками». Я понимаю, что будет следующая картина в каждой новой девушке и ты будешь искать свою бывшую. То есть у меня такое тоже было, когда я прям смотрел и думал «Блин, ну это же не она, в ней нет того-то, в ней нет сего-то». Попробуй все-таки через силу, через это перешагнуть, попробуй знакомиться с новыми девчонками и строить с ними какие-то мини-отношения, вовлекайся в них. С одной ты занимаешься сексом с двумя, с другой ты, может быть, пока что еще там не торопишься, ходишь по музеям, по театрам, просто общаешься. Встретишь что-то еще, то есть как бы ходишь на каток, то есть попробуй как бы завести вокруг себя некоторое количество девушек, с которыми ты общаешься в разном формате. И это тебя, во-первых, отвлечет, во-вторых, ну мысль об оживлении того самого Мурзика, она, наверное, все-таки тебя будет оставлять постепенно. И самое главное, что, возможно, среди них ты как бы либо увидишь ту черту или то качество, которого не хватало в твоей бывшей девушке, или те качества, и это сформирует твой образ новой женщины, которую бы ты хотел. Ну и еще в-четвертых, может быть, ты встретишься в них ту самую, и у тебя появятся новые отношения, чего я тебе искренне желаю. Итак, давай договоримся, что с этого момента, посмотрев это видео, ты поставишь лайк или дизлайк, и независимо от того, что понравилось, не понравилось, это уже тебе решать. Подпишешься на мой канал, потому что там есть очень много видосов полезных. И самое главное, начнешь действовать прямо сегодня. Перестанешь ныть, поймешь, что мужик не оживляем, поймешь, что жить надо продолжать дальше, и начнешь какие-то первые шаги в сторону улучшения своей жизни, осознай, что это была не твоя девушка, ну не судьба, так сложилось. Хотя она хорошая, будешь к ней хорошо относиться когда-то, когда все заживет, будешь с ней дружить, и будешь с ней как-то продолжать общаться. И будешь с улыбкой вспоминать этот день, когда вы расстались. А для того, чтобы сделать первые шаги, переходи на мой сайт, получай свои подарки, в которых есть практические задания, упражнения. Начинай их выполнять, это поможет тебе наполнить свою жизнь новыми женщинами и впустить в жизнь новую, красивую, еще больше, еще лучшую, которая будет тебя любить, а ты будешь любить ее. Я искренне желаю тебе счастья. Увидимся. Это был Шамшурин. Продолжение следует...